Продолжение следует... Нет, это все внешние формы, понимаете? Значит, что такое иконы, что такое мощь? Я сейчас попытаюсь как-то строить для Доброцовского церкви этому. И человек нерожденный слышен, он все может исполнить, понимаете? Кстати, у Алексея Ильича Осипова насчет мощи, там очень хорошее видео. Понимаете, когда люди не имеют благодати Девожией, они не пытаются найти духовное удовлетворение в чем-то внешнем. Понимаете, ведь мы же не спасаемся через иконы, через святые мощи и так далее. Мы спасаемся с Духом Святым. И когда Дух Святой откроет нам истинное отношение иконы, и мощам, ну для нас какая проблема может быть? Правильно? У меня пришел он, он спросит, я же не до стих пополоняюсь, я же вчера образу пополоняюсь. Я его поцеловал. Там где-то, по-моему, Святой Варвард, он же его за половиной, где-то из садобор. Он подошел, значит, почтил, поцеловал. То есть если правильно к этому отнестись, то тут проблем нету. Баптисты не принимают ни почитания мощей, ни почитания Христа. Там больше, чем просто иконы мощи, понимаете? Они отрицают всю правительство цифровую. Проблема в том, что у них нет правильного благодатного понимания, почему мы это делаем. Но у нас тоже есть искажения ни почитания мощей. Когда мощи начинают там возъявить, возъявить тех по частям. Хотя в Жухиаре Святых, вы знаете, это именно что-то проходит, очень интересно. Там ему святого палец какие-то отрывают. То есть тоже у нас искажение. Вот когда по Паптисту на их искажения смотрят, они рассчитывают, что университет там пополоняется. К сожалению, мы им дали по какой-то вине. Ну а в древнее время был ученик, он умирал. Вот там останки господь, там чудеса проявлял. И вот строили алтарь там. Понимаете? Строили алтарь. Ну, значит, если правильно как это подходить, проблем нету только к войне. Но, к сожалению, я не говорю, что и почитание им, и почитание им большие. Мощи, я не расскажу, но мы многим православным следствием безблагодатности и неправильного подхода к этому вопросу. А Баптисты нет. Они, если убрать эти волны мощи, они не придут. Нет, это неверно. Это неверно. Они придут прежде всего к православу, когда они поймут эти вещи о космосе с гребцами, с истинным. Правильно? Необходимые церковные традиции, которые в Священном Писании было канонизировано. И когда они будут иметь опыт благодатной жизни внутри Церкви, когда они подойдут к той же иконе и почувствуются, или там же, к тем же врачам, подойдут и почувствуются злодатарности и дневным православия. Тут, мне кажется, что начало принятия православия — есть необходимость принятия Священной Традиции, которая, кстати, официально не сказана, Священной Традиции. Но это не просто какая-то человеческие вебы-думки. Нет, это Святой Львов, который действует параллельно с Писанием. Понимаете? Вот не было бы Святой Традиции, но не было бы Неверно-Катонной Наберейства. Это самый такой аргумент. Кстати, вот Олега Остеняевна, то есть миссионер, есть очень хорошая лекция, это где мы здесь. Если мы берем иконы, то вы понимаете, мы берем внешнее проявление внутренней жизни Церкви, которые они не понимают. То есть вместе с этим они начинают выбросать в еричь. Я, например, пытался объяснить этому баппатисту, что мы должны принять этот репет собора в церкви. Если они не признают этот репет собора, мы к нему должны вообще выбросить. А он не понял этого. Вы понимаете? Это насколько ясно, понятно. А он не понял. Ну и что толку беру я иконы? Что он принял от Савиа? Конечно нет. Так, а ответили на вашу вопрос? Ну да, а я вот хочу... Вопрос такой, я не знаю, может быть личным покажется, но можете не отвечать. Ничего, задавайте, задавайте. Как вот отреагировали ваши братья, ну, баптисты, после того, как они узнали ваш выбор? Ну, негативно. Ну, потому что они православные не знают. А некоторые с пониманием, потому что они православные интересы, они знают, что там есть. Благодаря, что вы бы дурно. Вот. Но вы-то не видели. В основном недоумении, я вот как и живой церкви, я думаю, дети мертвые традиционные. В основном, ну, такая реакция. Но потом отношение, как бы, ну, такое, звалилось, потому что многие просто увидели, что это картинка гораздо сложнее. Такая, как ее, вот они вырисовывали вначале. Понимаете, с людьми надо вести диалогу, без оскорбления, без фанатизма, умеющий, а агументировать писание. Вот Олег Синяя очень хороший диалог, лимит с протестанами, очень мне он нравится, как миссионер, он очень все по писанию, с уважением, с любовью, с усмирением, он пытается засидеть. Мне кажется, надо немножко следующий шаг сделать, что в Вадиге Лавио, мы должны признать, что баптисты, это наши братья во Христе, что у них много правильнее, чем у нас. Понимаете? Вот мы должны просто смириться и признать этот факт, что они имеют приобщение к церкви Христовой. Вот когда мы это признаем, я думаю, это очень сильно может поддействовать на ной баптисты, и они действительно присоединятся к этому задуману. А когда мы говорим, это не церковь вообще, там нет с того духа, ну, они не будут нас слушать тогда. А если на то, что они не реферили, вообще нет церкви Христовой, они не реферилизов, они не сектанты. Я говорю, что слово сектанты, вот если я не применяю, я применял, то была ошибка. Сектант это тот, который отделенный, понимаете? Вот он сидел, отделенный. Вот сидели и руку, это сектанты. Самые потенциозные ревидии. Ну вот. Кроме никакого обошения, вообще не минициям, не минициям понимания, не минициям. Вот. Мормоны то же самое, на каком сердце не встречали. Адвесо-двенцистами, послужение там, где, ну, тоже, я без всех тех, это не слава адвесо-двенцистами, они фундаментальные некоторые положения не отвергают. А вот вы священникам говорите, вот об этом псевдо-православном, ну, как, ну, священники, с которыми вы имеете контакт, тесную связь, такой вот, причащаетесь у них, вы говорите о том, что сейчас у нас православие в большинстве своем неправильное. Ну, понимаете, в чем дело? У меня вот такой подход. Если я буду говорить, что все неправильно, и в основном, как бы, нацелен на негативную сторону, то меня слушать не будут. Я не думаю о правильном подходе, потому что, плюс всего, я должен смотреть на свои грехи, на свои недостатки. Но говорить о том, что проблемы есть, я говорю, конечно. И я пытаюсь индивидуально подойти к каждому священнику по мере его духовной просветленности. Есть священники, которые меня абсолютно не поймут. Есть, которые прислушиваются. А вот те, которые понимают глубину проблемы, которые как православная церковь, глубины, у таких, к сожалению, вяческое слово. А причина одна, потому что люди неправильно ходят в церковь, а у них духовная жизнь очень поверхностная с точки зрения библейской. поэтому вот они на поверхности просто находятся. Понимаете, там нет глубины именно благодатной эволюционной жизни. Нет этого. Вот. Ну вот так. Ясно. Игнатий, Тихонович, вы с нами? Так, ко мне какие вопросы? Ну, подождите, одну секундочку. Мне сейчас надо будет удалиться. вы могли бы во время, к сожалению, меня сейчас нет, уже знаю, Игнатий Тихонович, всегда берет время. Сергей, вы могли бы там продолжить как-то такую сессию? Ну, почему бы нет, конечно. И, значит, у меня вопрос к Игнатию Тихоновичу. у вас есть вопросы ко мне в будущее, я все сказал всего? Есть. Ага. Ну, сейчас не будет времени, я знаю, потому что прерывать вас я не люблю, да это и плохо, а к сожалению... А в общем, вы согласны, что я сказал, или нет, или вы... Я бы взял здесь за основу слова Феофана Затворника, Говорова. Благодать трех видов. Призывающая эта проповедь, обращающая ответный шаг благодати Духа Святого. И третья освящающая то, что исходит из алтаря от рукоположенных священников. Первые две части имеют баптисты, и не только они, там, где есть проповедь. И нету совершенно третьей части. У православных есть третья, они на ней все сконцентрировали, и сейчас-то ни первой, ни второй нету, ни обращения, ни проповеди. И вот это теперь нужно соединить. Они не церковь, с этим никак нельзя согласны, тем более вы несколько раз назвали, они имеют какое-то общение, прикосновение к церкви. Они имеют только там, где нет осознания, что они имеют Библию, то, что утверждено канонами. Вот мне пришло извещение, я не знаю, там, может, знаете, Вадим, Чикаго, меня нашли они, где, сказать, Игнатий разносит пух и прах баптистов, они его все равно уважают. Почему? Вопрос. Я же не признаю за церковью за церковью, никак, церковь только там, только в единственном месте, где есть непрерывная хератония и епископат. Это восьмая глава Деяния апостолов. Когда люди там обратились, написано, нужно было проверить, а никто проверять не стал, апостолы стали и пошли, они пришли, снова не говорят, они знают, что все апостолы в Еруссалиме, а там диакон Филипп, и нету там Духа И они поэтому разговор повели уже о другом. Вот сегодня с сектантами это же самое. Вот вы сказали, у них там этого нет, то другое. Я их очень хорошо знаю, и ни одного баптистского богослужения не пропускали, ходили. То есть у них три богослужения на неделю, мы три раза ходили, я их жизнь очень хорошо знаю, тем более это моя духовная родина, там, где я получил впервые Библию. Им нужно только это. А вот это путешествие по храму, что там Данил Сысоев говорит, это может остаться никакой роли не играть. Но когда они примут основное, это рукоположение, вот здесь внезапно Бог открывает, что надо иметь толкование. А вот они имеют Библию, то другое. Да что толку-то иметь Библию, если они не понимают смысла ее. Сегодня я не оспариваю и не могу подтвердить. Говорят, что уже 21 тысяча разных, которые держат в руках Библию, понимают по-разному. Вот у нас здесь только и новоапостольские, и благодатные, и первосметители. Название моря. Кажется, на Сибирске это 68 разных течений. И что? Все они от Бога? А почему между собой разница? И при том, те моменты, понимаете, не так, где сакральность прямо идет. По-другому крестят, пресчищения никакого нет. А вот они поняли так, а как они поняли? Вот разговариваем мы с пастором, кто у них там называется, улетеран, они первые положили это основание. Как у них? Гомосексуалисты возведены в ранг святых, епископы ставят женщин. Да вот мы до этого и дальше не с ним разговаривали, что он сидит на ума, вот здесь-то вроде не так, в Барнауле, но вы дали этот пример сейчас весь делать. Да. Сумели до этого дойти? Сумели. Потому что нет истины в сошествии Духа Святого. А имеют ли баптисты Духа Святого? Имеют. Первая ступень. Они обратились и засохли. Это вне церкви Бог делает и острицам заговорил. А они уверовали через Слово Божие благодать Духа Святого касается всех. А они вот изменяются, как я знаю, как они изменяются. Здесь начали исповедовать. Откуда у них эта мысль пришла? Может, от наших неоднократных бесед приехали братья, я их называю, как они себя называют, братья, и стали исповедовать молодежь у отделенных баптистов до брачной жизни. Это не один, не два. Я хожу к баптистам здесь, он сидит на скамейке и еще и проповедует. И от трех жен одного возраста дети, не считая, где детей нету. Я могу назвать фамилии, имя, все как есть. Так что, когда бы они ходили на исповедь, у них бы положение сразу выправилось. Но они не идут. А зачем ходить-то, когда мы все от Бога, придумали слова, динаминации. Нет таких слов. Есть церковь и за церковью, ересь. А ересь какая? А раньше была ересь безголовая. Название. Да не обзывание. А почему? Нет священства, глава. Нет его. И поэтому таинства нет. А таинства нет, нет спасения. Тот жизни не имеет. Какая литургия? Да пусть они не просто преломляние хлеб, как апостолы. Нет этого. Для меня баптисты, настолько они близкие, так я их люблю. Если бы было у них рукоположение, я говорил, я бы дня не был в православии. Я обращаюсь с людьми, вот как вы хорошо сказали об Олеге Стеняевой. И вдруг он там одну научает, которая против идет меня. Конечно, я должен признать. Он не знает, в Германии говорит, что мне попадут эти слова. Необыкновенно успешный миссионер. Необыкновенно. Это на меня он говорит. А причина-то в чем? Разве я потворствую где-то баптистам, другим? Нет. Вот сказали, можно назвать эритиками этих ягодистов. Они никакие не эритики, они совершенно христианства дело не имеют. Другая книга написана у них. Ересь, которая возникает на основании искажений какого-то догмата. У вас все правильно. Но вот этот момент надо будет пересмотреть. Не церковь. Соприкосновение с церковью нет такого выражения в Библии. Откуда взяли церковь и нет церковь. Церковь не может быть без епископата. Нет ее такой церкви. И не было никогда. Поэтому 14-23 Деяния апостолов говорит и рукоположили пресетеров к каждой церкви. Прилагали к каждой церкви. Что прилагать, когда вне церкви спасение? Вот Иларион Троицкий об этом говорит, книга его вне церкви нет спасения. Церковь без епископата нет церковь. Это не церковь. Это просто собрание людей, которые понимают друг друга, понимают по-разному. Они вот читают Библию. А что они в этой Библии видят? Вот у нас здесь баптисты. Я их повторяю, я их очень хорошо знаю. Чем они наполнены? Вот у нас один человек со мной ходил. Теперь он батюшка православный. И он встал и говорит, Василий Толстенко на Радищева 67. И говорит, скажите, а у нас, а тогда был здесь Никонов Алексей Дмитриевич пресвитер, это при мне. И говорит, а вот как же написано, Христос дал и сказал, идите тело мое, а у нас одно воспоминание. Так у нас тело видит? Нет, у нас воспоминания. Ну а как же вот православный говорит, ну идите туда. Он встал и говорит, Наташа, жена, вставай, пошли. А у него отец пресвитер, ту же у бакистов, а у ней дьякон. Пресвитер встал и на весь зал кричит, в ад пошли, в ад пошли. К нам ходят несколько человек, регенты, ко мне на дом. Из них один мецкер, немец Андрей. И вот когда у них закончилось богослужение, они на выходе одеваются, а они спевка начинают спеть в одном помещении, другого помещения нету. И люди шумят, и он показывает им, тише, братья и сестры, мы молиться будем сейчас перед тем, как петь. Чего? Я говорю, молиться будем, не понимает. И он показывает тогда, ну как показать, руки сложить возле лица, как у мусульман, нельзя. И он показал хрестное знамение, перехрестился. Вы бы видели, что здесь было? Сразу двух присвятил, двух регентов и Машу Глушкову, это певица, одна из них лучше, сразу отлучили от себя. Сразу отлучили одно крестное знамение. Вот и все. Это внешнее, когда вот они добрые, они хорошие, это не так. Там, где нет глубокого проникновения, разговор только идет об этом. Вот они говорят, вы еще нас судите? Это разговор. А мы никого не судим? Они осудили всю церковь Христову. Они отбросили 300 томов палеонтов святоотеческих, 12 томов златоуста. Мы их приглашаем в храм. Они стоят, ни разу ни один баптист до конца службу не достоял. Я говорю, ну полчаса хотя, постойте, через 5 минут они уже головой крутят, на хоро, протрят, пришли ко мне, а у вас к дадам, ко мне, молодежь, а скажите, вы говорили, что у вас есть толкование златоуста. Как он объясняет 10 дев? Я начинаю читать, открываю 7 том, я только начинаю читать. Они по сторонам глазами крутят, скажите, а где он тут говорить будет? Я говорю, ну послушайте, одна проповедь. Повторяю, ни разу до конца дома проповедь ни одни не наслушали. Это какой дух? Мы приходим у них, сидим до конца, и в неделе я хожу, в воскресенье две у них, два собрания, и среди недели еще два, три или четыре, и я все от конца до конца сидим. Хорошие проповеди. Сегодня вот они, молодежь, спрашиваем, ярла пести, даже не слыхали, они не знают его. Они опровергают друг друга. Они очень хорошие люди, но не имея рукоположенных пастырей, они не имеют возможности исповедоваться. И в этом они заскорузли и остановились. Никакого отношения к церкви это не имеет. Совершенно. Игнатий Тихонович, алло, вам слышат меня. Да, да. Вы не можете, Сергей, Сергей, у вас поздно будет, через три с половиной часа у вас поздно очень будет, да? Никак, нет, никак. Через три с половиной часа тут уже у нас ночь на исходе. Не буду. Значит, смотрите, значит, дело в том, что я не был готов, не ожидал, во-первых, что вы будете, Игнатий Тихонович, разовор очень интересный. Но я с Сергеем позвонил, когда я всего лишь на час, собственно, час уже прошел. Я, ну, как бы, продумаю ответ. Очень интересные мысли сказали. Сергей, а то, что я сказал, вам интересно вообще было? А как же? Ага. Значит, предлагаю через три с половиной часа, вот у меня сейчас 12.58, это время Нью-Йорк, значит, это час дня, да? Значит, 4.30 по Нью-Йорку, вот три с половиной часа. Нормально, я еще год доствую. Ага. Как вы, Игнатий Тихонович? А вы отложите, сейчас скажу, я вам, сколько будет. Так, у нас сейчас 23-24, через пять часов, вот было бы, я бы уже был с вами. Через пять, да? Да. Значит, одну минутку, я подумаю сейчас, одну секундочку, я просто не ожидал. Это час. Я войду к вам. Хорошо, значит, это шесть часов будет по Нью-Йорку, так, если это будет шесть по Нью-Йорку. А вы будете, Сергей? Конечно. Вот по нашему, будет пять утра. Пять утра, мы работаем, все, я свободен, что у меня с вами выдал. как все. И вы видите, хорошо, Игнат Петрович? Игнат Петрович? Игнат Петрович, рыжая кошка у него головы. Да. Виктор, вы камеру поправьте, чтобы это было, а то там плохо видно. Вы еще не будете против, если я приглашу на разговор еще одного человека, он послушает, может быть, вопросы у него какие-то будут. Пожалуйста. Чем больше, тем лучше. Сейчас я позову его. Вызову. Откуда он? Он из Воронежа. Сергей? Да, да. Меня видно? Тебя не видно совсем. Ты опять на темноте утонул. Что такое? Надо камеру включить. Камера включена. На включенном темноте. Сделай еще получше, а тут плохо очень видно. Свет на себя. Виктор, сделай, что... Вижу. Виктор, Виктор, взять прямо, Виктор, голову поднимай, но у тебя внизу подбородок отрезается. Вот так, вот так. Я не пойму, ты развалившийся все время. Более же ты. Вполне здоров. Сейчас я хочу камеру настроить. Просто я камеры свои даже не вижу. Сейчас, одну минуточку. Ну, все. Я думаю, все готовы. Я думаю, продолжить вопрос. Прервали на чем? Вопрос. Игнат Тихонович начал тему с того, что он не согласен был с вами по поводу церковности баптистов. То есть, он говорит, что они не принадлежат к церкви. Так, Игнат Тихонович? Так, я вот еще хотел сказать. Мы должны все-таки ориентир держать в любом разговоре, в любом дне на Евангелие от Иоанна 12,48. Господь говорит, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. Если будет оно судить, то дворкинские извещения нам не нужны. Горбачевская духовность пройдет мимо. Мы должны все свои слова абсолютно до единого слова в точности сориентировать на Слово Божие. Так вот, определение церкви нам дает Святая Библия. Церковь Господь обещал сам создать. Не люди, не реформаторы. Реформаторам участь одна, Оза. Вот наклонился, когда везли к общев, он ничего плохого не хотел делать. Он хотел только поддержать. Волы наклонили, Бог сразу убил его. Святые отцы объясняют, попытка человеческими силами реанимировать умершего, это не удастся, Богу это не нужно. Бог его убил. Ни один человек сегодня не может сказать, за что Бог убил его. Это образ. Здесь надо в разговоре помнить следующее. Все ветхозаветнее было тенью будущих благ. Тенью. Мы любое ветхозаветнее событие даже рассматривать в свете, который Бог нам дал. А здесь 1 Коринфянам, 10 глав, 6-11 стих. Павел перечисляет отрицательных героев, положительных, но больше склоняется к тем, где мы извлекаем опыт из их ошибок. И говорит, это были образы для нас. чтобы мы не были походливы на злое. Мы не о ком-то речь идет достигших последних веков. И когда Господь говорит о страшных карах, я частенько этот разговор поднимал, когда вел беседы с сектантами. Вот расчерчим доску пополам. Я говорю, я буду писать преступление, наказание, как у Достоевского. Я буду только наказание писать. А вы, ну, примерно, хоть не юристы, но скажите, какая статья? 10 суток. Ну, в общественном месте заругался, там где-то, не там оправился, так правильно. А вот. Ну, что, посерьезнее, значит, мне поскорбить, что-то 10 лет. Ну, сейчас додумались. Я говорил тогда, когда была еще у нас здесь смертная казнь, моратория на ней не было. А смертная казнь, ну, тут понятно, изнасилование, убийство и проще, многократный маньяк. Даша, я пишу, смерть живьем в ад. Так а разве есть такая? Ну, есть, ну, может, людоеду? Да нет, нет такого. Одна единственная статья, которой сегодня нету нигде, она должна везде быть. Число 16 глава. Когда люди решили создать свою церковь. Все, кто отдельно. Дафан, Аверон и Корей. И Господь говорит, они тоже из колена левеено. Они принадлежали к священническому роду. Но решили сами, а кто вы такие? И мы без Моисея обойдемся. И Бог говорит, завтра я покажу. Если обыкновенные смерти умрут, не от Бога это. И земля развязалась. С женами, с ребятишками, с шатрами, со скотиной. Все пошли в ад живьем. Так великое преступление. Ему равных нет. А сегодня сплошь набито. Я говорю, что данные, которые дает нам сегодня интернет, 21 тысяча разных всех, так называемых, деноминаций. Эти слова даже нет. Вот это придумано. То, что является ересью. Это последователи до пана Верона и Корея. К этому относиться надо с таким трепетом. Когда мы это узнали, а как священники ставили? Скорее на левеено. Специально там показывают, какие травы, что нужно делать. Открытый текст. Рецептура дана. Любая аптека сделает. Но в конце сказано, кто сделает подобное и помажет, да будет предан смерти. За что? За отделение. А ничего другого не было. И какая бы ни была церковь, как бы далеко она не ушла, она оставалась его церковью. И Господь все время посылал, идите к священникам, не к филистинлянским врачам. Идите, покажите священнику. Вот это и сегодня. Я повторяю сегодня. Церковь в границах очень точная. Православие во всех проявлениях, где есть епископат. И католичество, настоящая церковь. Григорины армяны, копты и силийцы. Вчера Виктор говорил, копты там, самоан такой. Вот все, за этим нет в церкви. У меня отношения с баптистами очень хорошие. Но они говорят, когда я им говорю об этом, что вы не церковь, они говорят, просто слушать не хотим. Как он может говорить, у нас все так, подражание, можно сделать подобное. Но оно не есть церковь. И Павел Агольц с неба 250 мужей сжег. И кодильницы эти не выбросить. Надо было жертвовать. Чтобы все время на богослужении помнили вот эти, которые, видишь, черепицы сделали. Ну, у них какие там, кодильницы круглые. Ну, как черепица кроется сегодня. Священники, чтобы помнили. Так. Священники помнили, как важно быть в церкви. Когда Бог образовал церковь, говорит, я создам. Всегда было с апостолами. Церковь состоит из двух частей. Апостол все время подчеркивает, апостол Павел, это евреи и язычники. Евреи, это 50-й воскресный день. И кто там говорит слово Петр? Апостолы. Сходит Дух Святой. Вторая часть, вторая половинка двери, образов, скажем, открывается в доме Корнилия. Деяние 10 глава. И там кто говорит слово Петр? Вне рукоположения нет в церкви. Нет. И никаких там приближенных, пограничных состояниях. Это все глупости дворкинские. Или корабль это, или не корабль. Или внутри корабля человек, или он за бортом, хоть на доске, хоть как, он не переплывет в море. Церковь никогда по-другому не разбирала. Всем глупость повелись. А мы всем говорим. Апостол говорит, кто Духа Святого не имеет, тот и не его. Мы же признаем однозначно, что баптисты имеют Духа Святого. Я говорю, в каком смысле имеют? Имели Духа Святого до сошествия Духа Святого. Пророки были в Духе Святом. Но имели власть, дам власть, говорит, эту власть, которая на дня 50-й, только в одном направлении, прощать и оставлять. Другой власть они не имели. Это все одинаково святые асты толкуют у блаженного флотилака. Так они имеют или не имеют? Не имеют, но на первой ступеньке застыли. Дальше не идут. И дальше они с этим остаются. Дальше они не идут. Валаам имел Духа Святого. Имел. Он говорит, вижу, звезда Израиля восходит, но не рядом, не близко. И что, вошел? Не вошел. Он был убит. Ну почему же не идут? Я знаете, что слышал? Я слышал, что сейчас даже баптисты помещения стали строить подобно церквам, такие в виде ковчегов. Вот. Они уже начинают в некоторых кресты принимают. Ставят кресты у себя даже. У нас тоже поставили. Вначале стоял, я говорю, еще у вас ломик-то стоял, лом. Землю долго. Но это палец, который указывает на небо. А сейчас у них большие изображения в крамах, со стариками поспорили, старики долго упирались. А молодежь все это, и поставили крест. И пишут, дом молитвы. Я говорю, вы даже не разбирайте дом молитвы, молитвенный дом. Дом молитвы один на всю вселенную был. Так а может быть следующим шагом будет и священоприемство? У них, у баптистов, у других все хорошее. Я говорю, скажите, вас проверить легко. Вот вас сколько человек? Ну, не называют сколько. Но вот у вас сейчас отделеется пять человек. И они себя произносили церковью, как вы. Вы их признаете? Конечно, нет. Но они из себя взяли, кого-то рукоположили. Ну, молодежь отошла там. Один старый, он говорит, я буду пресвятером. Вы признаете, нет? Это же вопрос я задавал адвентистам. Все одинаково, нет. Ну, вы первые-то именно такие и были. Джон Смит первый себя в 1609 году рукоположил. Я не пойму, у меня не видно, почему. Положил руки на себя и все. Я пресвитер, а потом старший пресвитер, а теперь давай епископами называть. Они раньше даже слово церковь почти не поминали. Стоп. Создано в первом веке. Никакой другой церкви быть не может. Потому что писание так говорит, Виктор, вы опять вскрылись, одни очки торчат только. Виктор, поднимите его, сядьте прямо, пожалуйста. Я касаюсь этого очень, очень важного разговора. Мы не можем ориентироваться на свои чувства и опыт. Опыт только библейский. Бог будет судить по слову своему, и по нему надо нам войти в эти рамки. Вот почему Иисус установил, 1,8, говорится, книга себе да не отходит от уст своих денег, от уст, не от ума, не от глаз. Я должен говорить, дабы в точности исполнить. Маленько не так, одно слово, уже ничего нет. Это мы так думали, ну маленько не так. Как маленько? Ты помнишь Моисея, кратчайшего, которым лицом к лицу Бог разговаривал? Да. А за что он не вошел, Царство Божие? Ну, ну, за то, и не знаю, за что. Ну, другие подсказывают, скалу ударил. А Бог не говорил, ударил ударил. Да не за это. 105-й псалом, говорит, и Моисей погрешил устами своими, не палкой, не жезлом. Устами. Ну, много ли это? А ты вспомни Саула. Единственный в народе был такой красавец. Бог избрал его. Но вот он решил принести в жертву то, что было заповедано умертвить, волок. И Господь сразу сказал, Бог отверг тебя. Там всю жизнь плакал о Сауле. Вам бросит в церкви, не может быть ни одного шага назад. Это не церковь. И церковь очень близкая. Баптисты самые близкие. Почему? Потому что они прямо вышли от православных. А которые от них уходили, те сохранили их заблуждение. Пошли туда. Мартины, баптисты, все дали основание рождения 21 тысячи еретиков разных. Почему? Они отвергли церковь, они осудили Вселенскую церковь. Как будто никогда не было ни Златоуста, ни Собора, все смели со стола. Каждый, Маня, ты как понимаешь? Маня, как ты понимаешь? Вот это и не церковь. Мне не надо думать, как. Я говорю, скажите, вы считаете 1 Коринфян 12,28? Во-первых, избрал апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Это роковые слова для них. Сидят спокойно, слушают. Скажите, кто апостолы? Перечислили одного. А пророки? Агаф? Во множественном числе. Ну, дочери. Ага. Узнали. У Филиппа дочери. А во втором веке? А теперь скажите, кто учителя? Ну, они начинают, Павел, мы перечислили, это апостолы, это в первых, а в третьих, все. И в первом веке, во втором, третьем, никого они не могут назвать. Я говорю, а вы от апостолов? Конечно, все от апостолов. Адвентисты от апостолов, Елена Уайт, Мароний, все от апостолов. Тогда назовите мне, когда вы возникли. И вот начинают так учить. Это надо время потратить, когда они возникли. Кое-как добились. Такое, ну, не раньше 15 века. Ну, не могли быть лютерами раньше лютера. Хорошо. А скажите, апостолы верили так, как вы? Ну, да. А теперь назовите на век один раньше, в 14, в 13. Назовите одного, ни одного нет. А у нас жития святых на каждый век. И они имели иконы. Жития, говорили, жития. Они совершали крестное знамение жития. А что вы верите житиям? Да очень просто. Когда их, меня судили, суд судил, то наши сидели и на мой этапон тайно записывали. А потом это фотографии сохранили. Это все послали в Париж и русское слово напечатало. И у меня в книге для Слова Божьего нетусть напечатано. Когда меня судили, в это время секретарь все писала. И теперь мы сверяем, я вернулся, когда попросил дела, я стал сверять с нашим, оно так и есть. У Климента Римского было шесть диаконов, нотариев, которые среди толпы стояли, когда допрашивали. Они записывали все. И в это время писали, когда допрашивали языческие важни. И теперь, когда архивы перешли к Константину, стали сверять. Один к этому идет. Как они отвечали? Вот почему мы знаем, что мы от Христа, от апостолов. Духа Святого имеют всех, кто признает Иисуса Господом. Но это начальная стадия. Он утеряет все. В них развивается дух противления. Я вам рассказываю, как за то, что Реген у нас в Барнобильской общине совершил крестное знамение, показывая бабкам, что молиться будем, он показывает вот так, они не понимают. Отлучили сразу баптистских от себя. Несколько лет держали на отлучении. У них лютая ненависть ко всему, что идет от апостольских времен. Я их очень хорошо знаю. По поводу вот этой ненависти, давайте у Виктора спросим, он действительно есть такой вот у них, или как у пятидесятников вот такие вот до приснований доходят. Виктор, действительно вот такая между братьями у них существует? Или других конфессий ненависть к людям? Ну, вы хотите, чтобы я мой опыт рассказал? Ну да. Да нет, я у них никакой ненависти не видел. Я видел, какие-то проблемы есть, это выносится на братские. Но уровень духовности и уровень взаимопонимания в 10 раз выше, чем в любой православной общине. Вот. Уровень духовности. Ну вот зайдите к баптисту, да? Сергей, подожди. Вот слово духовность откуда вы берете? Это Горбачев придумал. Виктор, тебе не годится никак вам. Вы из такого места вышли, духовность должна быть истреблена. Нет этого слова. Есть духовный человек и душевный. Оперируйте священным писанием. А сразу говорите, а у меня нет, и вы должны сказать, я, когда был среди них, я не встречал, чтобы им приходил человек православный, знающий писание. А они сейчас третье поколение воспитывает на ненависть, и ко мне. Ко мне, к одному. В разных городах я встречался. Игнатий Дмитриевич, а кто это они? Баптисты зарегистрированные и те, которые во всех Б. Это не зарегистрированные. Одинаково. Только скажут, вот баптисты собираются, договорились с учеными, дом ученых, академгородок. Они согласились беседовать. А потом в конце спросили, а кто будет у вас с вашей стороны? Они сказали, да, из Барнаула, он в Моносибирске жил, Игнатий Ларкин. Нет, мы беседать не будем. Это хваленые баптисты. И ни под каким видом к ним едут профессора, академики, уговаривают, это бесполезное дело. Вы говорите свой опыт, потому что вы там были не православным. Вы со стороны придете. А если вы сейчас приходите, такой жижей, да вот я, духовность, да они, там пограничное состояние, конечно, они будут нормально. Ты им скажи прямо открыто, так, как говорил Исайя. Вы князья садомские, гаморские. Почему? Да и садом Говора давно были на дне моря. Кому пророк Исайя говорил? Ян Златоуз говорит, по образу жизни они были такие. Вы им прямо скажите, вы не церковь. И вы посмотрите, как они будут разговаривать с вами. И скажите, я вам докажу в течение одного часа. Надо разговаривать это с ними как миссионеры, а не просто около них там прилипалой быть каким-то. Инотих, включите видео, попробуйте. Видео вот сюда. Нет, Сергей не работает. Ну, что-то с камерой. Сергей, пускай так будет, как есть. Я докончу это. Виктор, я говорю к Виктору, лежащему внизу. Вот, если мы хотим быть рабами Божьими, апостол Павел говорит, если бы угождал человеком, не был бы рабом Христовым. Это несовместимое понятие. Даже самое маленькое. Вы будете угождать кому-то, Дух Святой может вообще не участвовать в этом разговоре. Вы думайте только об одном. Как не нарушить Дух Святой, что мне говорит? Его мысль точно донести. Одна мысль должна никому не угождать. Будут они слушать или не будут? Ну, я тогда еще пойду. Не малодушевствуй, чтобы я не поразил тебя, Бог говорит Иеремии. Это касается меня. И будут, и не будут слушать, вообще не касается. А я им теперь должен сказать, вы не церковь. Вы хорошие, замечательные, прекрасные, но вы не церковь. Потому что церковь там, где есть епископат от апостольких времен по хиротонии, по нисходящей линии. Нет этого. И они сами, вышившиеся, от них не признают. Я говорил эти слова адвентистам. От вас выше 20 человек и себя провозгласили, простые там, женщины и другие. Вы признаете их церковью? Нет, не признаем. Но вы-то первые вышли-то. Без всякого прикословия меньше благословляется большим. Евреям 7-7. Как кто вас благословил? Кто дал вам эту власть? Нет этой власти? Нет, у них нет, они не церковь. И это надо говорить на каждом шагу. А какой будет успех? А вот это запредельно далеко для меня. Я выполняю миссию 22 главы Евангелия от Матфея. Идите и зовите на брачный пир. Я зову. А они ударили по голове, то есть бил в самый центр рассуждений. Они убили, не важно, Бог наберет других добровольцев. Они вернулись и говорят, мы сказали, не идут. С меня ответственность снято. Моя задача возвестить, рассказать чисто евангельским стиле. Никто не может сделать другое помазание, чтобы не быть повинным смерти. Это рукоположение Ветхозаветного священства. Это были образы для нас. Они делают иное рукоположение. И почему говорит Киприан Карфагенский, хотя бы они умерли, а вы вчера говорите, а у них, это ваши слова, Виктор Скоротовский. А у них столько-то там было, там умерли, которые баптисты подвязали. 35 человек умерло. Я помогал им распространять материалы в 62-м году при самом основании. А они не церковь. И мученики, умершие за Христа, не мученики. Все святые отцы говорят, почему они вне церкви? Вне церкви. И кровь мужчиничества не может их примирить за отступление от церкви. Выше этого греха нету. Они отрицают то, чтобы они смирились и сказали, нам нужен епископат. Они отрицают его, чтобы избрав из себя старших, или как даже сегодня называют они епископами, двоих, троих, и пошли к католикам, или к православным, или к григорианам и армянам, и получили рукоположение. Вот тогда они будут церковь, с этой минуты, пока себя не перерукоположат всех. Мы должны об этом плакать и молиться. Лучше баптистов сегодня никого нету. Я свидетельствую. Но они не церковь. А почему они так ведут себя хорошо? Потому что очищены через слово его. Вот Виктор хорошо с Куратовский говорит, мы должны напоминать, что они получили Библию через церковь. 20 евангелий было разных. Почему 4 осталось? Почему подложные послания были апостолам подвергнуты? Церковь. Это два собора утверждали это. Они не знают это. Я спрашиваю, скажите, вы считаете Евангелие от Матфея? Да. Хорошее? Ну да. Апсалтырь. А они ничего не знают. Я говорю, а кто перевел на русский язык? Они не понимают даже, что спрашиваешь. Притом абсолютно везде это. я говорю, Павский, Герасим Петрович. А дальше переводы делал Хвольсон Давид Авраамович. Как вы берете сделать переводы? Я Александру Меню предлагал в ИКах. Он с оригиналами работал. Он даже думать не надо, какое у них образование у меня. Он еврей. Даже себя сравнивать не буду. Он засмеялся. Это у меня в аудио записано беседы с ним. Баптисты не церковь. Они не будут слушать. А вот это мне не надо об этом думать. Не надо подыгрывать им. Но если я признаю, что они где-то около церкви, церковь, больше мне разговаривать не о чем. Они лучше нас. Я ушел. Им не надо ни мощей, ни икон, но чтобы они не хулили. Один вопрос. И когда мне говорили, а если вас патриархом избрали бы, что делали? Тысячу, одну тысячу училищ я открываю в один день как патриарх. И со мной уже не спорьте. А где учителей? Пойду к баптистам. Мы договоримся. Они дадут расписку, что будут учить любить Христа, любить Библию. Вот два главных условия. А о том, что православие они не будут трогать. Догматики не будут касаться. На меня православные кидаются за это, но другого выхода нет. Я практик, я не теоретик. Хотя теоретически я знаю все каноны жития святых и труды святых отцов. Баптистам нужна церковь. Они вне церкви. Геннадий Тихович, вы сейчас говорите, все-таки так резко надо им заявлять. Есть же свидетельство, есть видео, где вы говорите с баптистами. Вы очень тактично, очень вежливо и в таком духе кротости с ними говорите. Вы очень осторожны. Да, потому что я разговариваю с теми, которые уже могут слушать. Я разговариваю не с баптистами. Я выступаю в общине. 450 человек баптистов сидят. Я только одно слово сказал, выступил. Пресвитер встал и сказал, мы все наша община готовы перейти в православие сегодня же. Господь дал мне ключ всех сам людей. Это не кто-то говорит Олег Стеняев, Андрей Кураев. Я могу называть самых-самых таких. Я себя никаким не считаю. Я просто должен выполнить миссию Божию. Сказать, как написано в Евангелии. Так написано. Господь говорил, как считаете? Я спрошу слово духовность. Найдите мне хоть одно. Его нету. Вы Виктор, когда обращаетесь к людям, никогда не говорите братья и сестры. Такого в Библии нету. В Новом Завете 68 раз говорится братья и не разу братья и сестры. Будьте внимательны к себе. Патриарх, братья, сестры. Нет этого слова. Это не евангельское. Почему? Жены в церквах домолчат. К ним нельзя обращаться. Когда он его касается и призывает к уверованию и покаянию, вот откуда церковь начинается. Так, теперь скажите, пожалуйста, через историческую церковь, конечно, он дает, Бог действует в истории. Правильно? Церковь это тело Христово, прежде всего. Это собрание возрожденных людей в Духе Святом. Вы же не будете это отрицать? Правильно? Виктор, скажите, на что указывает число 16 глава? Это были образы для нас. Почему они живем сошли в вас? Вы тщательно обходите тему, это баптистская закваска у вас сидит. Вы ведете себя как настоящий баптист. Я спрашиваю, вы не отвечаете. Я беру библейские моменты, спрашиваю, это были образы для нас, Павел говорит. Что в этом образе было заключено? Дафана, Верон и Корей. Почему они вместе с семьями, шатрами сошли в ад? Ответьте мне конкретно, и разговор закончен. Вот это молчание означает, что тут вас сатана и ловит на этом. Вы не можете ответить. Вы должны сказать, это образ сектанства. Я когда спрашиваю, а когда они стали церковью? Джон Смит общину образовал в 1639 году в Рожжерсе. Эта община уже была, что церковью? Тоже не ответить. И ни один сектант, ни одной секты не может сказать, в какой момент они стали церковью. В момент, когда они двое вышли, или когда стало 23 тысячи. А они большие площади. Зачем вы мне это говорите? Каются везде, у сектантов и у мусульман. Еще как каются, нам учиться надо. Я спрашиваю за что они сошли в ад. И сделал это Бог. Это не Моисей сделал. Самое страшное наказание. Я отвечаю за то, что они отделились от церкви. Они решили создать свое общество, свою секту баптистскую. Вы ничего не отвечаете. И молчите не потому, что вы не умны, а потому, что враг не разрешается. Дело в том, что баптисты, по вашим же словам, они возникли в результате вакуума, который возник православной России из-за незнания Слова Божьего. Это ваши слова причем. Потом дальше баптисты возникли не с пустого места. То есть люди начали читать Писание, Дух Святой им начал. Полноты, конечно, у них нет познания истины, я это не отрицаю. Но баптисты сами себя не создали. Баптистов создал Бог. Да не создавал Бог на Панаверонной Коре. Виктор, что вы говорите? Бог создал. Они на пустом месте возникли. Значит, они уверовали в Писание, покаялись по наущению дьяволов. Так получается? Это первая ступень. Еще говорю, Дух Святой. Откуда же они взялись? Откуда люди начали каяться, уверовали в Библию? Так, Виктор. Вы получили опыт в баптистской общине, первое соприкосновение с Богом. Это что, наущение дьявола был? Вот ответьте. Бог, Дух Святой. У Ария каялись люди. Почему он еретик Арий-то? Арий, почему еретик? И о нем не говорят, что он был как прескил, которые были Монтан. Это был человек очень верующий. Презентабельный вид его был. Но он еретиком. А он один только момент понимал неправильно. У него каялись. У него пели лучше. Иоанн Златоуст ему подражал, тут же начал свои крестные ходы устраивать. Иоанн Златоуст. Но он еретик архиеретик. По сегодняшний день еще церковь его поминает. Почему вы в этом ничего не говорите? Я спрашиваю снова, за что Адафан и Верон сошли в преисподние места? Вы никогда не думали об этом? Не, не думал. А я вам напоминаю, и другого ответа нет. Библия говорит, за то, что они решили отдельно выделиться. Отдельно. Это сектанство. Это образы... Вы ушли, Сергей, это... Виктор, скажу... Игнатий, эти люди, которые искали Бога, но не имели церковного опыта. Им вот именно Бог так открыл истину, что они должны собираться в общине, они должны читать Писание, доверять Писанию, что является правильным. Понимаете? И эти люди действительно были возрождены в баптистские общины в России. Ну, если вы считаете, что этого не было, но это ваши слова, что эти люди были возрождены и они действительно вели другой образ жизни. Они бросали пить, бросали курить, блудить. Они... Их семьи были многодетные, верные. Даже вы говорите, что они бороды все носили до революции баптисты и так далее. То есть эти люди, которые жили праведной жизнью. Это ваши слова, Игнатий Тихонович? Игнатий Тихонович. Значит, что их двигало? Дух сатанинский их двигал или что ли? Игнатий люди, но они не имели церковного опыта. Они еще как бы не могли, ну, не достигли понимания полноты истины, можно так сказать. Но эти люди двигались, некоторые стали православными. А вот Марцинковский был православным, стал баптистом, например. Так что действительно у него дух сатаны зашел после этого или так далее? Вы же вот цитировали Марцинковского. Вы вопрос задали, остановитесь. Вы задали вопрос и скажите, какой дух действовал? Я отвечаю, баптисты, которые уверовали духом святым. Вы дайте паузу. Вы стали короткими фразами говорить, я вам отвечаю. Но дальше они не пошли. И на этом они замерли. Марцинковский был православием. Марцинковский прав. Но дальше-то я вам вопрос задаю, вы опять не отвечаете. когда Озо перевозил ковчег и прикоснулся, валы наклонили. За что Бог убил его? В этом что-то есть, вы опять еще в этом нету. Вы еще не считали толкование своих отцов? Это для того, что человеческими силами наклонившееся положение в церкви не выправляется. Марцинковский пытался этим заняться. Это делается в церкви. Почему он не стал делать в церкви? А я в церкви работаю. Так его сравнивать нельзя. У меня грамоты никакой нету, а он какой профессор. Почему он не стал работать в церкви? Почему ему надо было примкнуть к керетикам, к сектантам? Значит, не все было благополучно. Это проверяет Господь по слову своему. Он остался без причастия. Вот был такой Вячеслав Полосин с Глебом Якуниным. И он работал, комиссия была по расследованию дел в связи с КГБ. А потом он принял мусульманство, теперь там имамом каким-то стал. Так я говорю, одно то, что ты не скажешь Христос воскрес, зачем мне жить дальше? А он теперь выступает на стороне, он очень умный, мусульманство полностью принял, обрезался, имам теперь Мухаммад какой-то еще прав, он добрый. Все признаки, которые вы называете у баптистов добрые, у него все есть. Но не христианин даже. Выправить человеческими силами, наклонившиеся, не позволяет, Бог он убивает. Почему вы не рассуждаете об этом? Почему грех Иораама, Виктор, это, Скоротовский, одни очки у вас, поднимите голову. Вот. Почему грех Иораама столь великий, что упоминается из поколения в поколение? Потому что он стал ставить священники, кто хотел, того и ставил. А для чего он это сделал? Чтобы люди не шли в Иерусалим. И эти священники являются убийцами на пути в Сихем. Библия нам говорит об этом. Этого нельзя пропустить мимо. Это наследники Дафана, Аберона и Корея, Баптисты и все остальные. Они отделились от церкви. Какие добрые дела? Бог не поминает Дом Пихоновича. Они даже не отделялись. Они не знали в церкви. Это люди, которые искренне искали Бога и которым Бог через Библию открыл истину о Христе. Которые покаялись. Но вы же неправильно говорите все. То, что вы говорите, это неправильно. Я с этим не согласен. Хорошо. Натрез не согласен. Почему? Потому что Баптисты вообще в церкви не были. От кого они отделялись? Это были грешники. От православных отделились. Не отделялись они вообще. Еще раз говорю. Они были в миру. А если они были в православной церкви, они были никакого общения к истинному православию не имели. Вот тут вы правы. А вы правы. Да, я прав. Я прав. Потому что именно почитайте историю, как они обратились, стали баптистами. Эти люди не знали церкви. И это, Виктор... Они не знали церкви. Ну вы же неправильно говорите. Виктор, я вам говорю. Почитайте историю хотя бы. Вы не знаете истории даже вот как эти баптисты обращались. Ну да. Поучите людей. Да. Я не знаю историю. Не знаете. Не знаете. Людей в заблуждение вводите. Сейчас я скажу. Вы не знаете истории. Почитайте, как баптистские общины организовались в России. Как? Вы меня обвиняете много, а вы ничего не знаете сами. Вы сами ничего не знаете. Ничего не знают, да? Не знаете, да. А вот скажите, в 80-м году... вы не находитесь в духе любви и смирения. Так, подожди. Понимаете? У вас постоянно все на крики построено. Это что, дух библейский, что ли? Это не библейский дух, абсолютно. Виктор, вы опять по Писанию говорите. Да нет, я просто хочу вам сказать то, что я думаю. Потому что вы не поверите. В духе евангельском, абсолютно. Вот. Видите как? Постоянно в духе раздражительности, крика. Это что, дух евангельский, что ли? Игорь, это... Серьезно, о чем мы говорим тут? Я к этому громко говорю. Нет. Я задаю вам вопрос, вы говорите, не знаю, то есть тема закрыта. Я говорю, почему Озу убил Бог? Почему? Видите, как вас обводят вокруг, не допускает какая-то сила. Вы говорите, не знаете. Ляля напишет баптизм, книга называется «Баптизм». В 80-м году 85% баптистов выходцы из православия. Они собственную базу нигде не создали. Они только прилипали к кому-то, или к католикам, или где-то. Они не с нуля взяли, да, они псевдоправославные. Я этих людей знаю, Игнатий Тихонович. Почему мне не верите? Эти люди не знают православия. Те, кто... Вы говорите, они пришли из православия. Из какого православия они пришли? Из псевдоправославия, как вы говорите? Я пять лет был в баптизме, но... Из какого православия они пришли? То православие, куда они ходили в церковь. Они псевдоправославные, правильно. Но они себя называли православными. И сегодня, когда баптистов спрашивают, они говорят, я ходил в православную церковь, я ничего не знал. Это их свидетельство. И таких 85 из 180-х годов еще было. Они собственную базу так и не создали. Из мира 15% всего только. Это спустя 300 лет. А до этого они 99% которые ходили, верили во Святую Троицу, причащались. Да, они не такие. Я не знаю. Дома моих знаний достаточно, чтобы баптисты приходили в православие. Один из них, пришедший, ставший священником, уже стоит десятка тех, которые не ходят. Я задаю вопрос за вопросом. А Кореи до Пани Верони ответа нет. Почему? Потому что за этим кроется, что они враги Божии. Я спрашиваю, а Озо тоже ответа нет. Дальше. Восьмая глава Деяния Апостолов. Вы их тщательно обходите. Это тактика сектантов. Я вообще ничего не обхожу. Почему вы, значит, меня говорите вещи, которые вообще я не говорю. Я вообще, сейчас у нас разговор шел о том, вообще, вообще, откуда пришли баптисты. Я вообще эти места писания не разбираю. Почему я их обхожу? Я вас выслушал. Но вы должны ответить. Я сказал. Если вы не отвечаете, значит, вы согласились. Если опровергаете, вы антихрист. Вы даже на эти слова внимания не обратили, а третий раз повторяю. Все места писания, которые вы мне указываете, я их тщательно разбираю и показываю. Вы ни на одно место писания не отвечаете. Это тактика сектантов. Мы можем беседовать только тогда, правильно, когда мы все места писания, указанные противоположной стороной разбираем во свете Библии. Опять же, во свете Библии. Вы вот стали говорить. Вы говорите с раздражением, то другое. А вам откуда знать, раздражение это или не раздражение? Вы переходите на личность. Это тактика всех сектантов. Я говорю громко, потому что я глухой. И поэтому мне надо кричать, и я... Это все глухие говорят так. А вот вы уже раздражение, то есть вы на вопрос не ответили, а теперь нападаете на меня. Это тактика всех сектантов. Вы на вопрос ответите. Вы не смотрите на меня, меня нету, я на бумаге... У вас тон не христианский, Игнатий Тихонович. Вас не чувствуется вообще любви Христовой, извините меня. Вот это все сектанты говорят, и православные. Конечно, потому что вы находитесь в состоянии прелести. Прелести. Вот это есть православное слово. Вам надо покаяться, Игнатий Тихонович. Вы в состоянии прелести находитесь. О, прелести, гордынь, второе слово добавьте. Это вас заразили в православии. Прелесть. Вы эти слова... Нет, это то, что я вижу. Вот я сейчас слушаю вас. Это то, что я вижу. Духа любви, я не чувствую. Духа смирения и любви. Я не чувствую. Извините меня. Вы чувствуете по отношению к себе только, потому что болезненно воспринимаете. А то, что вы по Библии не можете ответить на конкретные вопросы, я вас... Что вы в Библии закрываете свою прелесть и гордыню и учительство. Уже учительство. По полной программе. Вы хулите святую церковь, хулите почитание мощей, монашество хулите. Понимаете? Вы называете себя православным. Вы не православный, вы еретик. Еретик. Вот здорово. А, вот правду услышали. Услышали. А вы для меня... Святое монашество хулите. Так, Виктор, я это слышу тысячи раз каждый день. Вот и все. Вот и все. Это мое истинное мнение, что вы еретик, вы не православный вообще. Вот как вы расколотитесь, интересно. Все? А я за вас каждый день молюсь. Это вас православие сделало таким бесчувственным. Вы таким не... Я бесчувственным? Потому что вы горите на повышенном тоне со всеми почти. Это будет человек-христианин на таком тоне говорить. Так, я буду говорить сейчас тихо. Виктор Скоротовский, пожалуйста, остановитесь на этих путях. Вот посмотрите, что означает число 16 глава. Что означает обозье, говорено. И мой тон вас ни грамма не подвигнет к этому. Вас туда сатана не запустит. Потому что это образование ереси. Отступление от... Вот вы в ереси и находитесь. Потому что у вас опыт духовной жизни неправильный. Он не основан на смирении, на кротости. Ваш опыт, особенно на гордыне, на учительстве. И это не только я говорю. Не только вы. Не только я говорю. Вот если бы вы покаялись, действительно имели Христа, бы имели смирение, вы по-другому получили бы, да? А я вам этого не говорил. Вот говорить вам, что вы верите... Поэтому у вас священники православные и не любят. А вот я скажу... Потому что вы идете и вы начинаете на что нападать? Почитание святых мощей. Правильно? А как я нападаю? На монашество. Почему вы на монашество нападаете? Виктор, Виктор, скажите... Потому что вы не знаете его. Вы не знаете, что такое монашество вообще. А вы учите. А вы учите. Так, Виктор, скажи, как я холю мощи? Первый вопрос. Обвинение теперь доказательное. Пожалуйста. Все мощи закопать надо. Не закопать. Так это же ваши слова. С видео вашего. Я говорю не закопать. А с великими почестями предать их праху. В прах возвратить на место, как Бог предсказал. Почему вы мои слова извращаете? Поклонение мертвецам. Так, я говорю, мощи должны быть захоронены. Подожди, подождите. Поклонение мертвецам, ваши слова. И что? Ну, охуление святых мощей. Никакого охуления. Нет, я сказал... Охуление натуральное. Вы лжете. Вы лжете. Как? Потому что это именно как вот сектанты пытаются хулить святые мощи. А где хула? Это останки святых людей, которые Бог прославил. Хорошо. Вот как православные думают. Они поклонение мертвецам. Это не слова православного человека, то, что вы говорите. Но это не евангельское. Подвязайтесь, если ты на душу заверу евангельскую. И нигде не написано, что поклонялись мертвецам. И написано, прах ты в прах возвратишься. Они тоже не поклоняются. Почитают. Потому что и Бог прославил как знак будущего воскресения. Это вот как православная церковь учит. Если я сказал похоронить, это хула, как вы могли перевернуть это слово? Как? Вас я иоретиком не могу назвать. Вы меня уже назвали. Это какой дух у вас? А говорите нормально. Насчет святых мощей у вас много там хулы всякой? Конкретно какой? Много не надо. Одну назовите. Ну, я вам уже сказал. Похоронить мощи это не хула. С чего вы взяли-то? С чего вы плетете? Нет, а то, что я слышал. Я сказал, что в Библии. Хула. Хулу покажите где? Много не надо. Одну по хулу покажите. Поклонение мертвецам. Вот. Но они мертвы или нет? Это трупы или нет? Это трупы? Да. Ну, и поклонение им. Я сказал, надо похоронить. А где хула-то? Хулу покажите где? А если похоронили, кланяться нечему. Где вы взяли хулу-то? Что вас сатана так обольстил? Так это вас обольстил сатана? Да нигде он меня не обольстил. Вы обольстил. Вы обольщены дьяволом. Вы обольщены дьяволом. Это уже учитель. Виктор. Который совращает людей от истины. От истины православия. Истина, да? Вот вы хулите, мироточивые иконы. Благодатный огонь. Так скажите. Как я увидел вас. Хулите. А Игорь говорит, Виктор. Скажи. Иконы мироточивые. Вы что вы? Вы смеетесь. Вон. Мироточивые иконы принесли таким. Знаете, таким сатанинским голоском таким. Вас дьявол обольстил. Вы православные. Вы лжеучили. Я говорю это и строму, и строму. Не слушайте его. Это лжеучитель. Он создал секту, которая не имеет епископа. Который, вот он, собратил своего брата, чтобы не присоединился к церкви. Понимаете, это лжеучитель. Я думаю, давайте закончим на этом, потому что распаляемся только. Давайте, всего доброго. Всего доброго. Пока. Пока. Пока.